Привет, с вами Андрей и наш Pathos NetHack код. Собственно, двойное нажатие для поднятия предметов и использования лестницы или пропуска одного хода. Ну, по пропуску одного хода эффективнее всего нажимать на костер, потому что вы еще дополнительно восстанавливаете все здоровье, что бывает более полезно, потому что если вас раздамаживают, вы просто пропускаете ход с помощью костра и тем самым вам чуть более комфортно двигаться дальше. Собственно, мы остановились на том, что у нас идет восхождение. Вот, у нас персонаж 21 мужчина-человек-монах, уровень у него. Карма у нас максимальная, по сопротивлению у нас все кроме распада мы смогли собрать. Собственно, чтобы собрать последний распад, вам нужно съесть последнего желтого дракона, древний, потому что с обычных драконов у вас не получится ничего получить. Ну, точнее, он до 50% вам даст. А этот древний дракон, они вам последний уже защиту дают. Но, опять же, мы, скорее всего, не встретимся с желтым драконом больше. С древним, по крайней мере. По талантам у нас, собственно, большое количество талантов присутствует. Некоторые из них представлены в виде предметов, такие как, собственно, очки, плащи и так далее, вот амулеты, либо кольца. Вот, собственно, по навыкам у нас, как вы видите, буковки, которые в скобочках квадратных, это уровни прокачки. То есть, соответственно, буковка М это уровень мастер, буковка Э это уровень эксперт, буковка Ч это уровень чемпион. Ну, собственно, буковка С это прокачка на уровне специалист. Если отсутствует какая-либо буковка, это прокачка на уровне умелый. Если буковка Н это уровень неумелый. Собственно, вот как-то так. У нас также присутствует, я вам с вами, боевой конь 17 уровня. У нас он, у него, собственно, вытягивание распаду сил, кислота, огонь, 50 окаменения, процентов сопротивления. Также присутствует сопротивление ко сну, холоду, шоку и яду. А по талантам у него контроль превращения, контроль репортации, невидимость, отклонение, полет, регенерация, здоровье. На самом деле, ему не хватает здесь отражения, очень сильно не хватает, потому что его будут очень сильно бить именно отражением. Точнее, у нас будут. На самом деле, тут на текущем уровне, мы находимся в данном уровне, на 14 уровне, у нас восхождение идет. Тут ожившие предметы. То есть, как вы видите, луки летают, мечи, плащи летают. В общем и целом, тут очень много оживших предметы. Также ловушки здесь. Наша задача просто по возможности свалить с этого уровня как можно быстрее. Кстати говоря, на ожившие вещи не работает ужас. То есть, нам придется ожившие вещи как-то своими силами убивать. мерцаем. Собственно, к нам идет плащ. Еда в виде куска мяса на нас напала. Ну, это прям откровенно смешно. На самом деле, тут присутствие заклинания в игре оживления вещей, из-за этого это возможно. Я вот тут заметил, что на вещи никто почему-то не нападает. Ети? Давайте с ети подеремся. Капец, ты больно бьешь. Ети ты охренел что ли? На-ка, лови ужас. Капец, у него удар. 103, вы видели? О-о-о, это прям капец какое сильное существует. Это ледяной дьявол, это пипец. Чтобы вы понимали, у него урон 120 примерно. Учитывая то, что он дьявол, на него скорее всего работает свет, да. Как я понял, почему на него работает свет? На всю нежить работает свет. Ну, на всех типах нежити. На живых, то есть, на работает тьма. Поэтому очень важно ее комбинировать, если вы хотите просто выжить. Но обратите внимание, какой урон. Получается, валун дерется с ожившим дворским младшем. Ну, кого бы вы такое еще увидели? Ну, у него 68 уровень, это прям капец как много. Их можно замедлять для того, чтобы они просто от вас сваливали. И с помощью мерцания просто от него свалить. Вот, собственно, мы практически прошли. Но, как вы видите, на нас напал меч. Неудачно напал. На самом деле, с этими в обуви сражаться можно, но с мечами сомнительное решение драться. Давайте ему дадим замедление для того, чтобы он нас не пытался бить. Если у нас ударит, то хотя бы один раз. Собственно, мы с помощью замедления замедляем его скорость движения, скорость атаки. Тем самым он минимальное количество раз нас будет бить. Собственно, тут живые стены у нас. Ну, живые стены ничем особо не примечательные. Единственное, они, скорее всего, грейженные, достаточно больно нас будут бить. Мы находимся внизу, левый угол. Ух ты, у нас тут еще две живые стены. Обратите внимание, они мимикрируют. То есть, мы их не видим до того момента, пока мы с ними не встретились. На самом деле, они по-другому достаточно больно бьют. Но живые стены, они простенькие, как вы видите. Мы мимо них пробежали, даже не заметили. На живые стены, они являются дьяволами. Точнее, демонами. То есть, соответственно, мы их можем просто в ужас отправить. Глубочайший 30-й уровень. Он самый-самый обычный. То есть, он даже не восставший. Соответственно, у него всего лишь 300 хп. Ну, такой. У него защита 25. Но на него работает ужас. А если на него работает ужас, то мы просто его сможем обойти. Тут выход прохода нету. Огромное количество живых стен. Мы, собственно, нашли выход. И живая стена последняя будет контролировать нам выход. Не давать спуститься. Но мы все-таки это сделали. 12-й этаж теперь у нас. В прошлых сериях мы повстречали план воздуха, план земли. Это у нас хамелеоновый уровень, судя по всему. Как видите, тут большое количество хамелеонов. Давайте посмотрим, что из себя хамелеоны представляют. Ну, это среднее существо. Оно достаточно больно бьет. Ящер. На самом деле, хамелеоны по идее должны превращать вещи, но нам они не нужны. Они, кстати, по идее, сами себя должны убить. Да. Давайте сразу в левую комнату посмотрим. А тут сразу выход. То есть мы вышли практически сразу с комнаты. Ну, немножко коньяк повредили нам. Хамелеон, кстати, за нами перешел. Давайте ему дадим ужас для того, чтобы он не расслаблялся. И просто полечимся. Потому что он является живым существом, мы могли дать ему также тьму. Посмотрим, где мы вообще находимся. Мы находимся примерно в центре. Давайте по краям походим, посмотрим. Здесь нету. Здесь тоже нету. Собственно, мы посмотрели. У нас осталось с левой стороны. Давайте пробежим минимум хамелеоны еще разок. Какая же ты гнида, надоедливая. Тьма. Тьма. Тут присутствует стражник агрессивный. Он, я надеюсь, не восставший. Восставший. Какая же ты? на самом деле мы его не убивали из того что идет воскрешение всех трупов то есть получается как и вообще большинство врагов появляется восставших имеется ввиду идет просто воскрешение трупов игрой идет воскрешение трупов и поэтому кого кого бы вы не убили собственно если вы оставили труп его на месте труп существа имеется ввиду вот например в оставший середина рог да то есть он казалось бы надо откуда ты тут мог взяться ну вот он 38 уровне он бьет под 60 даже бог около 70 это бог это до хрена откровенно учитывая то что он живое существо но у него не работает кстати говоря испуг как его забить непонятно давайте тогда его замедлим как минимум он и он получил замедление насколько на 100 ходов иди дорог мы сейчас тебя взобьем юлин к нам подкрадывается как увидеть со спины гнида давайте дадим ему ужас чтобы он полз в другую сторону можно как попробовать поигнорировать его какой же ты болючий коня мы можем его поигнорировать но опять же заигнорируешь его ой капец как ты больно бьешь а удар 70 в лицо лошади это больно ужас лающая сфера водная призыв призыв нам слабый будет я так думаю еще шажочек сделай пожалуйста спасибо все мы обманули единорога избежали на 10 этаж тут какой-то а и на руку перешел с нами но это неважно тут большое количество судя по всему живых стен как вы понимаете мы где-то в центре а мы сверху мы сверху получается вверх центр то есть мы в принципе можем пробежать еще разочек больно бьющик больно бьющик однако по лестнице пейп немножко ну слона мы точно трогать не планируем поэтому пускай там стоит наш персонаж очень сильно проголодался давайте помолимся нам бы единорога обойти но из-за его таланта ясность мы его обойти не сможем поэтому мы пойдем прямо в идеале конечно взять кирку в руки и с помощью туннелинга попытаться пройти давайте попробуем так и сделать нажимаем на персонажа и у нас получился туннель собственно мы копаем вниз телепорт скорее всего блокироваться будет но правда мы не знаем куда нам нужно телепортироваться поэтому спорный момент собственно мы прокопались куда нам нужно было возвращаем себе свое оружие эльфийское копье на ноль почему оно ноль потому что у нас распад забил его собственный гигант и наживая стена ну ничем они не примечательные так давайте посмотрим где мы получается край право давайте двигаемся вниз тут нет выхода в двери тут тоже нет выхода идем сюда здесь тоже вроде не видно выхода да выхода здесь не видно значит получается мы находимся у нас единственная комната которую мы не открыли это рядом с центром здесь скорее всего у нас есть что-то мне подсказало что это восставшая пчелка а из того что она восставшая надо только тьму давать для того чтобы она давайте дадим им всем тьму красот отсутствует звездный вампир которая контролирует выхода надо дать ему свет для того чтобы он просто также давайте полечимся вампир что с тобой не так объяснение почему а у меня не прокачана на их вампир прокаченный испуг в кой-то веке 9 уровень собственно шакалы восставшие которые имеют в осьбе 6 хп 26 защиту и бьют 13 единиц урона а представляете таких шакалов будет много я буду ржать еще шакалов и дракона забьет собственно здесь нету котика мы меняемся местами здесь тоже никого нет здесь тоже выхода нету нашего это что такое это голем адамантовый к ним вообще лучше не подходить на самом деле он очень слабый но факт в том что у него скорость 50 защита 34 у кстати тут не прописан его удар такой же то что он вообще не бьет по крайней мере у него не прописан удар возможно недочет разработчика либо что-то еще но тут не прописано то что он бьет у него 800 хп это мы про заколебешься его пинать у него получается сопротивление к магии в силе ко сну у него очень много сопротивлений причем он еще и не замедляется потому что у него свободы действия и ясность то есть его не получится не усыпить не убить магией на самом деле очень тяжело убить это один из наверно самых сложных големов у него слишком много сопротивлений плюс сопротивление плюс контроль с вододействие ясность у него единственное нету полета из-за этого его можно запихнуть в ловушке тем самым его замедлив то есть по крайней мере скоростью у него упадет но проблема в том что он непонятно сколько он бьет и что я особо проверять не хочется пускай големы друг на друга горится давайте посмотрим на 2 голема это жемчужный голем но этот бьет реагировать на вода на шок и у него талант скользкий защита очень слабый начал скорее всего чем быстро упадет ну видите то есть он по полтинничку ему напихивает сейчас этот жемчужный голем просто запинает адаманта на самом деле садам сжим его можно убить но он скорее всего будет от вас сваливать но проблема в том что его за контролем никак не получится из-за того что у него свобода действий талант ясность то есть его не получится за контролить собственно они убили адамантового голема а мы убьем всю очередь я говорю тут по идее тут нужно идти по принципу твой враг убивает своего врага а мы просто забираем победителя ну чтобы не особо сильно думать но адамантовый каш тяжелый в плане но опять же он не атакует по идее его можно обмануть он безвредный земляной план скорее всего то есть вот тут нам придется очень много копать вообще бы нам вот этого земляного вытащить с собой проход заблокирован яма с колями нарисовалась собственно еще одна наш персонаж проголодался давайте помолимся мерцание без полета и тут огромное количество ловушек было бы просто но как я говорил ранее тут полет очень сильно будет уважен особенно на высоком уровне потому что вам просто вот вы видите мы прыгнули с телепортом в ловушку собственно нашли переход но он заблокирован валуном давайте его разрушим того чтобы пройти дальше седьмой уровень собственно получая дополнительный коров жертвы золото в храме это уровень собственно оживших пайков пайки убийц так называемые могу сказать поэтому по поводу этих пайков ничьям они особо не примечательны и их можно обойти единственное важно дать им ужас для того чтобы с вами никак не взаимодействовали дадим ему за 2 единицы того чтобы он просто вас не атаковал можно прокачивать любой типа рожья единственное только вы сможете выдержать повреждение вот чем вопрос что как видите они достаточно больно бьют и у них уже достаточно высокий уровень 50 уровень то есть это прям откровенный триндец защита 50 то есть ну это прямо вообще я не знаю это максу и по всему да ящерман давайте посмотрим что он на себя кастует он кастует волшебную стрелу и ударную магию общем конус холд или заряд принципе он не страшно для нас то что его магия наступательная для нас наступательная магия не особо страшно страшнее магия контроля опять же магия контроля у нас также не сработает по шустрик которую мы также геноцидили что могу сказать по шустрику очень быстро и чудо быстро это мягко сказано лечим лошадь чтобы она не проседала по здоровье как вы видите шустрик был шустрик закончился но тут страшнее вот именно сами мобы кстати говоря можно с собой еды взять ну как вы понимаете у нас чтобы постоянно не молиться диме ему тьму чтобы он не расслаблялся нам не мешал идти берем еще резервный паек на 600 них есть дальность отступления и спины тем самым они далеко убежать от нас не смогут давайте еще резервный паек захватим с собой посмотрим где мы находимся нам нужно пробежать вверх давайте померцаем подождем пока это лампочка к нам подползет она не хочет нам подползать тут нету как вы видите перехода иначе нам тут делать нечего мерцаем обратно получается у нас либо вверху либо внизу перехода сейчас она у нас будет ударная магия вешаться скорее всего но мы заигнорируем ее захватим с собой резервный паек требуха убийцу убила гиганта ну на самом деле вот эти вот ожившие существа очень тяжелые но в целом они вам по сути говоря ни хрена и если вы очень быстрые то они вам просто ничего не успеют сделать мы наступили в неловкую ловушку одна из самых мерзких ловушек которые есть вообще нас зажали давайте дадим слизи ужас да слизь тоже является живой судя по всему но как вы видите слизь упорно не хочет дать не перефортироваться а из-за неловкости нас это скорее всего паек они не дают что пройти дальше давайте дадим опять же ужас для того чтобы в этом убедиться она бы не успевают реагировать на нас мы слишком быстро а еще то есть получается либо вверху либо внизу ну то скорее всего не вверху потому что как объяснить получается есть стена а стена скорее всего она не являя из-за стены тут скорее всего нету этого перехода вообще это скорее всего уровень с абаканом нифига себе паек сильнее чем этот чем слон паек сильнее слона что тут можно сделать ну тут ну конечно браке их нет смысла участвовать нам нужно просто пройти мимо этой драки и по возможности не потерять здоровье при этом нам мешают конечно же это делать это логично у них такая работа мешать постоянно включаем мерцание получается у нас выход внизу это палочкой что за палочка открытие на самом деле очень полезная палочка ее стоит подобрать особенно если они при ух нифига вы видели сколько урон на выход здесь тут на юг скорее всего караулит его на мы на шестом уровне но это с уровнем мне больше всего понравился скил воздушный уровень но он самый жестокий вопросе потому что воздух вас может просто и всего 0 паром через телепатию притащить к себе эти камни надо кавалу на только отталкивается ясно дракончик мы где находимся мы находимся получается вверх центр точнее часа уже в центре с левой стороны мы нашли переход для контролируемой телепортации у вас должен быть теперь контроль телепортации либо вы можете использовать опять же земля вы можете использовать этот свиток благословленной телепортации вау а не хочешь ужаса дублирующая 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 вау а дублирующая вау а очень много коней переход к этим гномиком но нам он не интересен по понятным причинам давайте померцаем попробуем еще раз получилось здесь нет пока выхода давайте посмотрим по карте в теории либо сверху, либо снизу давайте посмотрим сверху, снизу здесь тоже нету, здесь есть алтарь но алтарь нам не нужен бежим вниз у нас не получается телепортироваться значит будем копать а тут как вы видите тоже нету значит нам нужно идти влево у нас получается единственное которое осталось это слева вниз значит идем влево вниз даем всей компанией ужас здесь, чтобы они нас не крызли а им все равно как вы видите они у нас все равно бьют даже под ужасом у нас крызли таланта ясность да, собственно, мы нашли переход захватим с собой собаку мы уже на четвертом уровне практически добрались огромное количество пайков, собственно, здесь 48 энтропия, но опять же, нам бы, конечно, хотелось бы сейчас скрафтить но у нас нет этого амулета здесь посмотрим, где мы, получается, левый центр огромное количество народу здесь просто трындец какой-то подождем, пока джиггернаут разберется с пайком либо наоборот мы, скорее всего, паек с ним разберемся а, собственно, паек тут, скорее всего, нужно будет копать потому что непонятно, куда нам конкретно идти а идти поэтому а, вот я, собственно, сходу нашел выход нам повезло в этом вопросе достойно на себя обещание для лошади чтобы она не проседала по хп и одну клеточку нам в идеале бы прокопать собственно, двигаемся дальше третий уровень талант раздражения, увеличится то появление монстров ну да, особенно если на высоких уровнях это прям огромное количество новых странно, никого не видно такое чувство, что уровень пустой такого уже не может быть ну вот тут, видите, сразу переход второй уровень я удивлен, что я не нашел комнату с огромным количеством переходов на самом деле это очень сильно бесило но все-таки это для восхождения, мне кажется, это вот было бы неплохо три буха на пау на паёк оригинально а, собственно, посмотрим, где мы это, получается, край соответственно, нам нужно вниз пробежать, посмотреть но у этого стола чего не будет собственно, переход это первый этаж, собственно, мы добрались осталось найти выход посмотрим, какой первый этаж будет собственно, первый этаж, видимо, ничем не примечательный по крайней мере, тут визуально этого не видно полечим свое животное и себя в том числе мы находимся в левом нижнем углу в идеале, конечно, через центр пробежать но первый этаж вообще пустой почему-то вообще никого не видно наша лошадь замедляется давайте ее ускорим чтобы мы побыстрее бегали посмотрим уровень навыка достиг чемпиона, нет? верховая езда чуть-чуть смотрите, до чемпиона не хватает а у нас 1953 то есть до чемпиона не хватает буквально там пара-тройка ударов мы нашли выход, собственно кобальт нам мешает идти мы, собственно, убили кобальта и все, собственно, мы вышли вот такой вот у нас получился забег вот такой вот у нас в конечном итоге персонаж получился вот такой наш напарник которого мы смогли вытащить вместе с собой ну вот как-то так ну вот, собственно, у нас две с полу тысячи славы 80-й уровень и, собственно, две шестьсот пятьдесят тысяч убийств тысяч убийств собственно, вот как-то так мы выбежали весь, как говорится, пробежали дальше больше всего, конечно, понравился воздушный уровень потому что, ну, это откровенно было тяжело особенно если не подготовлено существо прям что делать как же? там же воздух ну пойке убийцы, конечно, уже просто поднадоели земляной не особо но земляной так скажем так, слегка то, что ловушки начинали ходить но, опять же это тоже такое себе не особо ходят они и ходят фиг не с ним как говорится то, что вот когда начали ходить предметы то есть, например, тот же ножи те же, там, не знаю, плащи и так далее. Вот это уже было интересно, то есть оживление предметов. Заглядание, когда сработало, вот это бы, конечно, было триндец. Было тяжеловато. Вот. Собственно, как-то так. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.